Здравствуйте! В эфире программа «Правовое поле» в студии Татьяна Трофимова. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что практически каждый второй человек сталкивался в жизни с ситуациями, когда хочется или просто нужно сделать подарок учителям, врачам, госслужащим, чиновникам, возможно, даже кому-то из правоохранительных органов. И не всегда эти действия можно назвать законными, оказывается. А подробнее, что с законом позволено, а что запрещено, мы сегодня будем говорить с нашим гостем, исполняющим обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашии, с Денисом Александровичем Васильевым. Здравствуйте, Денис Александрович! Здравствуйте, Татьяна! Мы сегодня будем говорить о взятках и об ответственности за них. Действительно. Практика прокурорского надзора показывает, что большинство наших граждан четко понимают, что существует уголовная ответственность за взятничество и понимают, что получение взятки является уголовным преступлением. Однако далеко не все понимают, что же такое является взяткой и какие действия подпадают под ее признаки. Более того, мало кто обладает информацией о том, что даже посредничество во взятничестве также является уголовным преступлением, за которое законы предусмотрены, весьма серьезные уголовные наказания, вплоть до лишения свободы на серьезные сроки. И на практике чисто таких ситуаций, когда граждане, не имея необходимых знаний, пытаются решить какие-то свои вопросы и для этого прибегают к тому, что предлагают или дают деньги, или как это иногда называется в народе, преподносит презент или подарок, как вы отметили госслужащим, иногда сотрудникам правоохранительных органов, ну и бывают случаи, когда врачам, педагогам или иным должностным лицам. Денис Александрович, а много вообще в нашей республике случаев, когда взятки предлагают правоохранителям, госслужащим и тех именно случаев, когда они не смогли отказаться? Да, действительно, на практике такие ситуации встречаются и порой достаточно часто. Например, в текущем году только за первую половину февраля в республике возбуждены три уголовных дела по факту покушения на дачу взятки сотрудникам полиции. Такие дела возбуждены в Ибресенском, Батыревском и Комсомольском районе. Граждане и подприниматели пытались дать взятку за избежание привлечения к ответственности за совершенные им правонарушения. И более того, пытаясь избежать привлечения к административной ответственности, они совершили уголовные преступления, за которые законам предусмотрено гораздо более серьезное уголовное наказание. Ну а в прошлом году за такие действия к уголовной ответственности привлечено более десятка человек. К сожалению, и часть сотрудников органов исправлений или парахерных органов также не смогло избежать и удержать от ускушения легкой наживы. И также они были привлечены к уголовной ответственности за получение взятки. Ну, заранее придерживаю возможные вопросы, которые, возможно, поступят от вас или в последующем от наших телезрителей, и объясню это соотношение. Почему гораздо больше на данный момент привлекается к ответственности лиц за покушение на дачу взятки. В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства в настоящее время каждый сотрудник правоохранительного органа или государослужащий обязан уведомить работодателя, представителя нанимателя, о любом действии, которое заключается в склонении его к коррупционному правонарушению, коим в плане естественно является продолжение о получении взятки. Из-за неисполнения этой обязанности законам предусмотрена ответственность, в том числе и в виде увольнения по утрате доверия. Плюс к тому, на постоянной основе проводится и воспитательная работа, профилактическая, каждый руководитель подразделения несет ответственность за своего подчиненного, за проведенную с ним морально-воспитательную работу. Эта работа приносит определенные плоды, как мы видим, сотрудники полиции, сотрудники правительных органов. В подавляющем большинстве случаев докладывает руководство о попытках склонить к этому уголовному преступлению, и граждане, которые пытаются дать взятку, привлекаются к уголовной ответственности. Избежать этого не удалось, поэтому в прошлом году уже осужден один сотрудник системы уголовно-воспитательной системы, он осужден к реальному лишению свободы. На данный момент судом рассматривается дело в отношении сотрудника администрации города Чебоксара. На эту тему у нас есть видеоматериал, сейчас мы с вами его посмотрим, где взятку пытались дать сотруднику ГИБДД. По данным Следственного комитета, злоумышленник со своими друзьями в феврале приехал в Комсомольский район из города Ульяновск. Они специально подстроили ДТП, чтобы получить страховку за машину. Когда их раскусили, молодой человек стал настойчиво предлагать инспектору ГИБДД 70 тысяч рублей. Это нельзя вот это все закрыть никак? Каким образом? Я спрашиваю. Это стираться же можно, это же запись, любая запись, она стирается же. Ты объясни, что ты хочешь сейчас? Я хочу, чтобы все это прекратилось. Каким образом? Десерт. Вот, вот. Полицейский отказался. Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Ульяновска по статье «Покушение на дачу взятки по факту происшествия на автодороге». Сотрудниками полиции было установлено, что никакого ДТП не было. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечу, что за такие деяния предусмотрено наказание уголовным кодексом в виде штрафа в размере до полутора миллионов рублей, либо до восьми лет лишения свободы. Денис Александрович, ведь преступлением является не только получение взятки, но и ее дача. Какое наказание ждет тех людей, которые дают взятку? Какую ответственность они несут? Да, вы правы. Это так. Еще раз подчеркну, что преступлением является и дача взятки, и ее получение. Более того, законом карается даже обещание или предложение посредничества в взятничестве. Поэтому даже если человек заблуждается против своих действий и предлагает должному лицу дельные средства или подарок, но за совершение конкретных действий или бездействия, либо за общее покровительство по службе, то эти действия однозначно признаются в силу норм уголовного взаимства дачи или покушения на дачу взятки. Уголовная ответственность за дачу взятки, она дифференцирована и зависит в первую очередь от размера взятки и от обстоятельств совершения этого преступления. И если за дачу мелкой взятки, то есть на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей, установлено наказание максимальное в виде лишения свободы на срок до 1 года, то, например, за дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий или бездействий существует гораздо более серьезная уголовная ответственность и гораздо более серьезное уголовное наказание. В частности, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет одновременно с назначением штрафа в размере до 30-ти кратной суммы взятки либо без такового, а также с возможностью назначения дополнительного наказания в виде лишения права заниматься и проведения деятельности на определенный срок либо без такового. Ну и, наконец, самой серьезной ситуацией является дача взятки в особо крупном размере. В этом случае лицу грозит ответственность крайне серьезная. Это возможность назначения уголовного наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. То есть это очень и очень серьезные сроки, очень и очень серьезные наказания. Кроме того, возможно назначение дополнительного наказания кратного суммы взятки штрафа в размере до 70-ти кратного штрафа. До 70-ти кратного. Тут очень сложно. Ситуация складывается, например, в каком случае? Если, допустим, какой-то чиновник помог кому-то решить какой-то свой вопрос, и человек хочет его просто отблагодарить, он не дает ему взятку, вопрос уже решен, он хочет сделать ему подарок. Вот в таких случаях как закон? Что говорит закон? Ну, надо понимать, что даже заранее неоговоренное действие, которое связано с материальным стимулированием чиновника или должностного лица, это не обязательно чиновник. Может быть квалифицировано как дача взятки. На практике имеются вступившиеся приговора, когда привлекались к углу на ответственности за дачу и одновременно заполучивание взятки, как бывшие чиновники, так и граждане, которые уже после совершения конкретных действий, в том числе даже и законных, передавали чиновнику подарок в виде каких-то дарах вырастающих предметов или в один из случаях денег. То есть если у тебя... Если мы пытаемся отблагодарить чиновника или простимулировать материальным образом чиновника и должностное лицо того же самого врача или педагога за совершение конкретных действий в своих интересах и простимулировать еще раз почему-то материально, то эти действия могут быть квалифицированы в качестве дачи взятки и такой человек может быть привлечен к углу на ответственности. То есть нельзя дарить подарки, получается? Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Что такое подарок? Подарок, по сути дела, представляет в себе дар. То есть то, что преподносится безвозмездно и необусловлено совершением каких-то действий. На день рождения или в силу родственников или близких отношений в связи с какой-то памятной датой, но никак не с исполнением дворностных или служебных обязанностей. И даже если мы будем говорить о том, что состава данного преступления не будет, в любом случае государственным служащим запрещено принимать подарки в связи с исполнением служебных обязанностей. Вот оно как. Тогда, Денис Александрович, давайте обобщим. Какие действия относятся к взяткам и как обычному человеку не попасть в подобную ситуацию? Какое определение закреплено в законе? Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за получение дворностным лицом взятки лично или через посредника в виде денег, цены бумаг или иного имущества, а равно в виде незаконного предоставления услуг имущественного характера либо предоставления иных имущественных прав. То есть, вполне справедливо можно говорить о том, что предметные взятки могут выступать не только денежные средства или конкретная вещь, например, ювелирное украшение или какой-то предмет бытовой техники, или, например, в некоторых случаях автомобиль, но и определенные имущественные права. Например, форма взятки может быть бесплатное выполнение ремонта в квартире или выполнение его по гораздо заниженной цене, или предоставление бесплатной туристической путевки, прощение долга, которое существовало перед чиновником или должностным лицом, передача в пользование автотранспорта, поскольку за пользу автотранспортом мы, как правило, если берем его арену, мы тоже должны платить денежные средства. Ну и в практике ряда регионов встречались вовсе трагикомичные ситуации, когда взятка передавалась в форме оплаты услугам САЖа или оплаты СПА-процедур, таких или иных. Непосредственно у нас, в Чувашской республике, был случай, когда должностное лицо было осуждено за получение взятки в виде дорогого алкоголя и определенных дорогостоящих деликатесов. Это тоже стало основанием для привлечения уголовной ответственности, поскольку этот так называемый незаконный президент получался за совершение конкретных действий в интересах лица, который давал эту взятку. А это лицо также было привлечено к луну ответственности, а юридическое лицо, в интересах которого давалась эта взятка, в последующем было оштрафовано по статье 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть такая ситуация привела к тому, что целый букет уголовных и административных наказаний был наложен как на получателя взятки, так и на лицо ее дающего, и на юридическое лицо, в интересах которого это преступление было совершено. Цель получения взятки законом также четко определена, мы об этом с вами уже непосредственно говорили, это совершение действий или бездействия в интересах дающего взятку либо представляемых им лиц. То есть взятку может давать посредник, либо взятка может даваться в интересах каких-то других лиц. Ну и кроме того, помимо совершения действий и бездействий, взятка может передаваться за покровительство по службе или по пустительству. Когда, к примеру, должное лицо закрывает глаза на какие-то проступки, правонарушения или даже преступления. А вот как раз я хотела вас спросить, что делать в ситуации, когда чиновник обещает посодействовать в нужном тебе вопросе? Как быть простому человеку, которому вроде как и нужна его помощь? Как не нарушить закон? Вполне естественно, что на практике могут возникнуть такие ситуации. И более того, маздоимцы могут и не действовать напрямую, а использовать авторитет занимаемой должности для того, чтобы повлиять на решение того или иного вопроса. То есть прибегнуть к уговорам, обещаниям или даже прямым угрозам в отношении своих коллег или сотрудников других органов государства власти в целом используются в авторитет. Вот такие действия, они также будут являться преступлением, если за их совершение получается материальное вознаграждение. Но дополнительно хотелось бы отметить, что не стоит ограничиться пониманием того, что взятка может даваться только чиновнику или сотруднику правоохранительного или контролирующего органа. Законом категории должных лиц, а также лица, выполняющие организационно-распорядительные функции в государственных и муниципальных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, в государственных корпорациях, а также акционерных обществах, в контроле на протеях которых находится собственность государства, а также муниципалитета. То есть, в качестве примера, взяточником может являться и преподаватель, который получает денежные средства за оценку на экзамене или за пространение зачета, и врач, который уписывает за вознаграждение какую-либо справку, например, об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами или листок нетрудоспособности. Так вот, если чиновник обещает за вознаграждение, не обязательно чиновник, должное лицо обещает за вознаграждение решить тот или иной вопрос, то надо понимать, что, преподнося ему за это материальное вознаграждение, человек также совершает преступление, которое фактически является взяткой. Потому что, если чиновник может и должностное лицо повлиять на решение этого вопроса авторитетно занимаемой должности, он также совершает преступление, которое называется получение взятки. Ну и у нас в республике в практике правоохранительных органов, в принципе, эта практика сейчас нарабатывается, но из числа отмеченных мной обстоятельств, которые касаются должностных лиц, которые не проходят службы в госорганах, вот на данном моменте завершается расследование уголовного дела в отношении врача-психиатра, которая получила взятки за как раз-таки выписку справок об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. И действительно есть на рассмотрении судов, также уголовные дела, которые связаны с тем, тем, что чиновники обещали решить определенные проблемы, определенные вопросы, используя как раз-таки свою занимаемую должность. Ну, по-моему, на слуху еще есть ситуация с преподавателем. Вот мы немножко тоже затронули эту тему. Да, я отметил, хорошо, что вы вспомнили про это дело возбужденное совсем недавно у нас в республике. К сожалению, в такой ситуации в очень негативном свете выступает не только ВОЗ, но и ставит вопрос о дальнейшей судьбе студентов, которые пошли на такое преступление. Поэтому этот преподаватель, который получил взятки за поставление оценок, он надо мной привлекает с когулом ответственности. И в ближайшее время расследование данного уголовного дела будет, я думаю, завершено. И дело будет направлено до рассмотрения в суд. Возбуждено 14 уголовных дел в отношении старшего преподавателя одного из чебоксарских вузов. Он подозревается в мелком взяточничестве. Как следует из материалов этих уголовных дел 15 и 17 января текущего года, находясь на работе, он получил от 14 студентов взятки по 2000 рублей из каждого за поставление им зачетов по преподаваемой им дисциплине. 17 января после получения очередной партии взяток, его действия были пресечены сотрудниками полиции и следователями Следственного комитета. Поскольку это лицо совершало действия, получало материальное вознаграждение за совершение конкретных действий организационных, распределительных, непосредственно в УЗИ, поставленные оценок, то его действия являются, строго говоря, взяткой. Такого рода преступления у нас в республике выявлялись и ранее. На слуху, несколько дел, которые разбирались в Канаше, когда масса студентов давала взятки преподавателю. Ну и в ряде столичных хозов также такие факты выявлялись, и преподаватели, и студенты были осуждены. Вот в этом случае, в нашем последнем получается, что ждет студентов? Какое наказание, может быть? Какую ответственность они будут нести? Надо понимать, что такие действия совершались с одной целью. Они совершались, чтобы избежать усилий, связанных с подготовкой к экзамену, чтобы избежать гребных затрат и пытаясь облегчить себе жизнь. Эти студенты совершили уголовное преступление, если они в этой ситуации давали взятки преподавателю. Давайте тогда поговорим о вымогательстве взяток. То есть в случае, когда ты недобровольно отдаешь, получается, а у тебя требуют, просят, шантажируют, может еще как-то даже. Это хороший вопрос, действительно правильный. Даже если у гражданина взятка вымогалась, но в этом случае передача им денежных средств в должном лицу все равно будет признана преступной. То есть эти действия будут образовывать состав уголовного преступления. Исключения могут быть в резких случаях. Суд может признать определенную ситуацию исключением. Это когда человек вынужденно передавал взятку в следствие вымогательства, и у него отсутствовала возможность защитить свои права, права и законы интереса, иным способом. Либо он подвергся определенному психическому воздействию. Но еще раз подчеркну, это должно быть исключительное обстоятельство. С законом такая возможность предусмотрена, но на практике эти ситуации практически не встречаются. Поэтому если кто-то из наших телезрителей подвергнется вымогательству взятки, то единственным и правильным выходом будет обратиться в право охранительного органа. То есть именно в этом случае человек будет освобожден от уголовного ответственности. И, кроме того, это позволит привлечь, во-первых, к уголовной ответственности вымогателя, а во-вторых, в последующем, я думаю, и уверен в этом право охранительные органы, и органы, по которым добьются положительного решения в рамках закона, конечно, вопроса, за который вымоговалась взятка. То есть если человеку что-то положено по закону, а за это вымоговалась взятка, то, естественно, мы со всеми представленными законными полномочиями будем добиваться, чтобы это законное право человека, которое подвергся вымогательству, было реализовано. Вот, например, у нас в право республике для этих целей действуют телефоны горячей линии, по которым можно сообщить о фактах вымогательства взяток или о фактах получения взяток. Это номер 39 20 66 и номер 39 20 21. Обратившись на этот телефон, можно сообщить о любом таком факте. Об этом хорошо, пошагово высказались ваши коллеги из МВД. Они рассказали, что нужно делать, если у тебя вымогают взятку. Пошагово, то есть рассказали. Если у вас вымогают взятку, можно поступить двумя способами. Первый – это, собственно, дать взятку. Тогда вы становитесь преступником и можете угодить за решетку на несколько лет. Конечно же, так мы поступать не советуем. Необходимо поступить единственным законным способом. Когда у вас вымогают взятку, необходимо уточнить у предполагаемого взятка получателя сумму денежного вознаграждения, способ и порядок его получения. А также уточнить гарантии решения вопроса в случае, если будет выдана взятка. Дальше необходимо договориться о встрече на более поздний срок, где, еще раз обговорить, способ передачи взятки, время и место. После этого необходимо сообщить в полицию о готовящемся преступлении. Денис Александрович, как быть с мошенниками, которые являются некими посредниками, наверное, которые предлагают взять деньги, передать кому-то в третьи лица, в третьи руки? Что делать в таких ситуациях, когда ты конкретно с тем человеком, которому вроде бы и даешь взятку, не встречаешься даже? Схема какая-то здесь. В действии такого лица, который, получая денежные средства для передачи должному лицу, который обещал передать должному лицу, однако не намеревался этого сделать, и обратив денежные средства или ценности в свою пользу, то есть в свою собственность, они образуют состав преступлений, предусмотренных в статье 159, это мошенничество. Такие ситуации в республике действительно были и есть, и это не только телефонное мошенничество. В отдельных ситуациях преступники действовали достаточно храписто, встречались с гражданами, представлялись помощниками депутатов, например, или помощниками сотрудников правоохранительных органов, помощники на общественных началах, обещали решить тот или иной вопрос, указывали конкретно должное лицо, которому они собираются передать взятку, а потом, получив денежные средства, попросту скрывались, а денежные средства похищали. И есть конкретные приговора, когда этих людей находили. Более того, в ряде ситуаций мошеннические действия совершались с обещанием передать взятку преподавателям вузов. В частности, приведу пример, в прошлом году привлекался к угону ответственности молодой человек, который обещал передать взятку преподавателю. Но доведу свою мысль до логического завершения. Гражданин, который передает денежные средства мошеннику для передачи взятки, также совершает преступление. Преступление, дача взятки. И это вполне логично, потому что его действие, ее умысел направлено именно на передачу взятки конкретно должному лицу. И вот в этой ситуации молодой человек, который обманул студентку, был привлечен к угону ответственности за мошенничество. А студентка, которая передала ему денежные средства для передачи взятки преподавателю, она была привлечена к угону ответственности за покушение на дачу взятки. И, к сожалению, такие ситуации тоже не могу сказать, что они единичны. Действительно, граждане идут на поводу мошенников. Возможно, кто-то не осознает, что совершает преступление и дает взятку. Возможно, кто-то относится к этому попустительски и попросту считает, что мне проще решить вопрос таким образом, чем идти законным путем. Но я бы хотел опять остановиться на этом вопросе и порекомендовать в этих случаях ни в коем случае не идти на поводу у людей, которые предлагают передать им денежные средства для какого-то должного лица, для преподавателя, для врача, для сотрудника администрации или тем более сотрудника правоохранительных органов, которые, как мы уже говорили, в обязательном порядке сообщают о любом таком факте. А как раз-таки как минимум отказаться, а лучше сообщить об этом в прокуратуру или в правоохранительные органы. Спасибо, Денис Александрович. Ну, какой итог мы с вами сегодня подведем? Я думаю, самым правильным будет сказать нашим телезрителям, что наше законодательство и наша система органов государства власти, органов управления, она построена на тех принципах, что любое предусмотренное законом действия, оно должно осчисляться, естественно, для гражданина бесплатно. И ни один чиновник, ни должного лица не имеет права получать какое-то материальное стимулирование со стороны, получать подарок с исполнением служебных обязанностей. Поэтому любые такие ситуации, в которых возникнет необходимость или желание передать материальное стимулирование и вознаграждение чиновнику, должному лицу, этих ситуаций необходимо избегать. А если вы подверглись вымогательству или шантажу, взятке, то необходимо обратиться в право охранительного органа. И хочется сказать, обращаясь к нашим телезрителям, будьте осторожны в своих действиях. А я еще хочу вам сказать, что мы открываем новую рубрику в нашей программе. Это вопросы и видео-вопросы от наших телезрителей. Вы их можете присылать по адресу, который вы видите сейчас на экране. И в следующей программе мы обязательно на них ответим. Ждем от вас вопросов. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok